А что мы еще можем сказать? Мы можем сказать несколько заметок о этих посланиях, которые были адресованы церквам. Каждый раз, когда мы будем читать обращение какой-то из церквей, мы увидим в самом начале такое слово «ангелу» и потом «какой-то церкви». Есть три разные точки зрения относительно того, что означают эти ангелы. Некоторые считают, что ангелы в данном случае это просто духовные существа, Богом сотворенные, что и есть ангел, обычный ангел. А есть те, кто считает, что это пастор или духовный руководитель церкви. Греческое слово, использованное здесь, это «агалос», и обычно под ним подразумевается обычный ангел. Тогда у некоторых складывается впечатление, что у каждой церкви был как бы ангел-хранитель, можно сказать, тот ангел, который приставлен к определенной церкви. Однако нигде в Писании мы с вами не найдем упоминания о том, что у каждой церкви есть свой ангел, поэтому большинство людей придерживаются той точки зрения, что это духовный руководитель церкви, это пастор. Мы не можем точно знать, по крайней мере, это связано с духовной жизнью церкви, это какой-то духовный руководитель. Есть еще одна интересная точка зрения, которая заключается в том, что каждая церковь, которая упоминается в книге Откровений, символизирует определенную историческую эпоху в истории церкви. И эта точка зрения особенно популярна среди тех людей, которые считают, что возвращение Иисуса Христа, Второе пришествие произойдет достаточно скоро, что в наше время это может случиться. Почему популярна эта точка зрения? Потому что многие толкователи считают, что Лаоадыкийская церковь, то есть церковь, которая упоминается последней в книге Откровения, она очень похожа на современную церковь, на церковь наших дней. Я убежден в том, что Лаоадыкийская церковь действительно может символизировать американскую церковь, уж очень она похожа. Однако я не думаю, что такое описание подходит к церквам, которые располагаются в других частях мира. Потому что американская церковь действительно может сказать, что я богата, и мне ничего не надо, я ни в чем не нуждаюсь. Но я не думаю, что русские церкви могут так о себе сказать. Не думаю, что в Бангладеше могут церкви о себе такое сказать. Или в Индонезии. Очень мало осталось людей, которые в наше время думают, что каждая церковь символизирует историческую эпоху. Обратите внимание также при изучении этой книги, что эти церкви перечисляются таким образом, как они расположены географически по старому адресному почтовому маршруту. То есть, если бы почта ехала, то она ехала бы по этому маршруту, от города к городу. И вот почта как раз бы ехала таким вот образом, от одного города к другому городу. То есть, по почтовому маршруту расположены эти церкви. Интересен тот факт, что Иисус Христос обращает внимание именно на те проблемы, на ту обстановку, которую царство царило в церкви в первом веке. Вот в каждой отдельной церкви. Но можно сказать, что общий призыв прослеживается по отношению каждой из церквей. Бог призывает их верить в Иисуса Христа, а не еще дополнительно во что-то другое, во что им хотелось бы верить. Далее мы с вами посмотрим на церковь в Смирне. Мы с вами можем увидеть тот факт, что церковь в Смирне не получает никакого порицания или обличения. Мы читаем только по хвалу. Церковь эта была бедная и очень много преследовалась. Преследовалась она с двух сторон. С одной стороны преследовалась она Римом, римским правлением, а с другой стороны ее преследовали иудеи. Можно сказать, что они были между двумя такими очень сильными, мощными силами. И они, естественно, чувствовали себя в такой ситуации достаточно плохо, им наверняка было одиноко. И, добавок ко всему, это была бедная церковь. То есть можно сказать, что в этой церкви были бедствия со всех сторон, и экономические проблемы, и религиозные проблемы. И в 10 стихе говорится о том, что еще хуже будет. И они будут брошены в темницу, и будут иметь скорбь дней 10. То есть мы видим с вами, что не лучше будет у них ситуация вкладываться, а наоборот все ухудшится. Однако вот в этом небольшом послании, в этом фрагменте коротком, мы с вами можем увидеть ключ, или можем узнать секрет, как оставаться верным до смерти во время скорби. Естественно, что как-то даже неприлично, наверное, американскому пастору, русским верующим говорить о скорби и о страданиях. Вы это лучше знаете. Что касается страданий с экономической, политической или религиозной точки зрения, то я могу сказать о себе, что я даже не страдал. Однако благая вещь заключается в том, что Иисус Христос знает все. И Он дает им секрет, каким образом им все-таки все это претерпеть и выйти из этой ситуации победителями. Первый совет, который Он им дает, им нужно обрести покой в Иисусе. Другими словами, они должны уповать на то и помнить о том, что ключи от ада и смерти в руках Иисуса Христа. Это означает то, что Иисус Христос владычествует, суверенно владычествует над абсолютно всем, что происходит в нашей жизни. Другими словами, когда Иисус Христос видит страдания, Он не сидит и не говорит, о страдания, жаль, что я помочь, не могу ничего сделать, не могу в этой ситуации. Он говорит здесь, я не только знаю о ваших страданиях, но фактически я допускаю то, что вам нужно поскорбить. Также Иисус Христос говорит о том, что нужно на все смотреть с перспективы вечности. Очень часто, когда мы претерпеваем какие-то страдания, у нас возникает такое желание, скорее бы все это кончилось, когда же это все закончится, больше не могу я этого терпеть. Но во время скорби и страданий мы должны осознавать тот факт, что с точки зрения вечности происходит какая-то работа в нашей жизни, Иисус Христос созидает нечто в нашей духовной жизни, необходимое созидать именно через страдания. И последнее, что Он советует, Он говорит, не бойтесь. Очень печально, но факт, что именно книга Откровения вызывает печаль и страх у верующих людей. Дело в том, что страх побуждает нас к поступкам, которые очень часто бывают греховными. Например, если я боюсь того, что сделают люди со мной, то лучше я отрекусь от своей веры в Иисуса Христа. Это страх побуждает к отречению. Например, я боюсь, что не смогу заплатить за квартиру в этом месяце, пойду и украду тогда. Иисус Христос говорит, не бойтесь, но будьте верными до конца. Даже до смерти, как написано в 10 стихе. И Иисус Христос говорит, и дам вам венец в жизни, дам вам жизнь вечную. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари.